Вопрос о реформированной валютной системе один из наиболее острых в повестке 20-ки. Вопрос стоял достаточно остро в период формирования самой 20-ки, в разгар кризиса. Но потом как-то эта тема забылась, отошла на второй план. И если мы посмотрим на сегодня решение, то практически чуть ли не главным элементом является, наконец, выполнение решения 20-ки, принятого в 2010 году, об повышении квоты стран, развивающихся экономик в международном фонде и увеличении на два числа мест, которые отводятся для представителей развивающихся рынков. Это решение затянулось надолго. Оно не меняет принципиально ситуации в ведущих финансовых институтах, которые пока существуют практически в той форме, в котором они были задуманы в 1944 году. Кстати, с участием России, но Россия в итоге не присоединила, стала строить свою финансовую систему. Но сейчас Россия, наряду с другими странами, развивающейся экономикой, ощущает то, что нынешняя финансовая система, она реально не соответствует глобализации мировой экономики, не соответствует реальной расстановке сил на сегодня в мире. Но это непростое решение, это невозможно решать одномоментно. В принципе, нужна будет новая конференция по типу Бретта-Внуцкой под эгитой ООН, о чем, кстати, говорила комиссия Стиглица, которая была создана в разган кризиса для решения этих вопросов. И Россия не может, как ни одна из стран, выступать или обеспечить серьезные реформы. Необходимо объединение усилий стран-двадцатки, и в том числе необходимо объединение усилий позиций стран-бридж.